Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом видео, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас любым удобным способом. Человека всегда притягивает, но в то же время пугает то, что не подается объяснению. И если раньше все можно было списать на недостаток технологий, то что мешает современным детективам, следователям и историкам находить ответы на загадки, которые продолжают терзать умы миллионов людей по всему миру? Что это совпадение, стечение обстоятельств или вмешательство потусторонних сил? Реальность порой бывает страшнее самого жуткого фильма ужасов. Будь то внезапное исчезновение, похищение, нераскрытые убийства и самоубийства, или же неопознанные огни в ночном небе, есть еще много тайн и загадок, которые не подаются объяснению. Это видео видится мне логичным продолжением предыдущего нашего ролика, размещенного на канале книги, истории, факты про 50 тайн мира, которые наконец были раскрыты наукой. Поэтому здесь мы решили поделиться с вами самыми разными тайнами мира, которые все еще не разгаданы наукой до сих пор. 1. Гибель группы Дятлова. У нас даже есть отдельное видео про эту трагедию, ссылку на которое вы сможете найти в подсказках к этому ролику. Об этом происшествии знает почти каждый россиянин, однако было бы неправильным не упомянуть о нем в этой подборке. Предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года группа из 9 туристов, под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. В ходе расследования было установлено, что участники похода повредили свою палатку по неизвестным причинам и внезапно покинули ее, не успев одеться и обуться. Затем они прошли полтора километра вниз по склону, где развели костер. Странные обстоятельства гибели породили множество теорий, которых на данный момент насчитывается до 64, от обычного обморожения до воздействия огненного шара, который наблюдали в ту ночь жители Северного Урала. Удивительно, что точная причина смерти туристов так и не была установлена, несмотря на официальное заявление о несчастном случае в результате стихийной силы. Судмедэкспертиза показала, что у четверых участников похода были тяжелые переломы костей, а одежда троих покрыта радиоактивной пылью. По одной из догадок, турист изобрели на территорию секретных испытаний вакуумной бомбы. Ну а что было на самом деле, мы едва ли будем знать в ближайшее время, несмотря на то, что недавно Генпрокуратура России и назвала причину гибели группы, у многих экспертов и историков остались вопросы. Так, прокуратура России сообщила, что причина гибели группы Дятлова – сход лавины. Стоит отметить, что эта версия является одной из самых правдоподобных. Но остаются вопросы, почему для того, чтобы установить истинную причину гибели группы, понадобилось более полувека. Были сформулированы и другие теории. Вмешательство, КГБ, передозировка наркотиков, инопланетяне, аномалия, связанная с гравитацией, и даже русская версия йети. В 2020 году режиссер-документалист Дони Ичар предложил новую реальную теорию – инфразвук. Ветер, облетевший гору Халачахль, создал вихревую дорожку, которая может производить звуковые волны, едва заметные человеческому уху. Это явление может вызвать тошноту, панику, чувство страха, сильную нервозность, озноб, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение. Во всем этом просматривается консенсус. Печальные события были следствием непреодолимой силы, которая может быть и нечеловеческая. 2. Катастрофа во Внуково. 10 октября 1971 года самолет Ту-104-Б должен был выполнить, два рейса – Симферополь-Москва-Симферополь. Благополучно добравшись до столицы в 19.02, экипаж стал готовиться к обратному рейсу. В 20.16 авиалайнер с 18 пассажирами и семью членами экипажа на борту поднялся в воздух, но через минуту упал недалеко от деревни Бараново Московской области. Все люди, находившиеся на борту, погибли. В ходе расследования было установлено, что через несколько секунд после взлета произошел взрыв, повредивший левую сторону фюзеляжа, несущие элементы правого крыла, тяги рулей высоты и направления, а также багажный отсек, в результате чего несколько пассажирских сидений выбросило из салона. Было установлено, что в самолете была заложена и спрятана бомба весом от 400 грамм до 800 грамм тротила. Однако установить и найти организаторов и исполнителей теракта так и не удалось. 3. Исчезновение Ил-12 на Кавказе. Еще одно авиапроисшествие случилось с пассажирским самолетом Ил-12 узбекского направления. 11 октября 1948 года борт выполнял рейс из Ташкента в Сочи. В 11.15 он приземлился в Баку для промежуточной остановки, откуда должен был следовать до минеральных вод. Однако из-за неблагоприятных погодных условий вылет отложили, и экипаж остался на ночевку. На следующий день было решено, что самолет полетит в Сочи не через Минводы, а через Явлах и Тбилиси с южной стороны хребта. В тот день бакинский аэропорт был закрыт из-за штормового ветра, однако начальник решил выпустить этот самолет, невзирая на погоду. 12 октября в 10.40 с четырьмя пассажирами и шестью членами экипажа на борту Ил-12 вылетел из Баку. С 11.22 до 11.45 радист пассажирского борта передавал, что не может настроить связь с Тбилисским аэропортом и настроиться на приводную станцию, хотя в 11.45 диспетчер сообщил, что приводная станция работает, а пеленгатор не видит самолет. В 12.13 с Ил-12 сообщили о решении вернуться обратно в Баку и назвали свое местонахождение. Борт находился недалеко от Явлаха на высоте 3000 метров. Последнее сообщение с самолета поступило в 12.18, больше он на связь не выходил. Ил-12 не приземлился ни в одном из аэропортов и был объявлен пропавшим без вести, а его обломки так и не обнаружили. Предполагается, что самолет мог врезаться в гору, скрытую облаками. 4. Загадочное исчезновение моряков Святого Павла. В 1741 году, в ходе Великой Северной экспедиции, целью которой был поиск пути в Северную Америку и к Северным Тихоокеанским островам, бесследно исчезла группа из 15 русских моряков. Когда 17 июля корабль Святой Павел достиг берегов Северной Америки в районе архипелага Александра, недалеко от Аляски, капитан судна Чириков отправил на берег 10 членов экипажа, которые должны были найти пресную воду и безопасную стоянку, а между делом изучить местность. Судно не могло вплотную подойти к берегу, поэтому моряки решили воспользоваться шлюпкой. Через некоторое время лодка пропала за скалами, а берег затянуло густым туманом, который рассеялся лишь через 6 дней. С корабля был виден костер, оставшиеся моряки решили, что им посылают сигнал. Предположив, что группа не может вернуться обратно самостоятельно, вторая шлюпка с пятью членами экипажа отправилась сослуживцам на выручку. В итоге 27 июля Святой Павел, так и не дождавшись моряков, был вынужден отправиться в обратный путь. Таинственное исчезновение моряков вызвало немало предположений. Некоторые специалисты считают, что шлюпки разбились о камне, так и не достигнув берега, другие, что на моряков напали аборигены, к удивлению русских исследователей, острова были заселены индейцами. Есть версия, согласно которой члены экипажа выжили и более того основали на Аляске целые поселения. В 1774 русские купцы, которые торговали с местными жителями Аляски, писали руководству, что видели среди индейцев русоволосых светлокожих людей. Во всяком случае даже по прошествии, более 250 лет споры о судьбе 15 моряков так и не утихают. 5. Таинственные письма Серклвилля. В 1976 году жители небольшого городка Серклвилля недалеко от Колумбуса, штат Огайо, начали получать зловещее послание, написанное от руки печатными буквами. Каждое послание содержало секретные подробности личной жизни получателей. Одна горожанка, Мэри Гелиспи, получила массу писем с обвинениями во внебрачной любовной связи. При этом автор предупредил девушку, что пристально следит за ее домом и всеми ее действиями. Через некоторое время послания стали приходить, и мужу Мэри. На какое-то время процесс прекратился, и Читагелиспи, казалось бы, вздохнула с облегчением. Пока однажды, в 1977 году, супруга Мэри не нашли мертвым в своей машине после того, как ему позвонил тот, кто, по его мнению, был автором письма. Его смерть признали несчастным случаем, а тем временем преследование Мэри продолжалось она все так же получала письма, которым добавились угрожающие дорожные знаки. В 1983 году Мэри попыталась убрать один из них и напоролась на ловушку ящик с пистолетом, который должен был автоматически выстрелить в любого, кто его откроет. К счастью, Мэри открыла его так, что пистолет не выстрелил, поэтому она не пострадала. После продолжительного расследования в преступлении обвинили зятя Мэри и приговорили его к 25-му годам лишения свободы. Однако атака письмами не прекращалась, и во время его заключения сотни жителей города получали послания с угрозами вплоть до 1994 года. 6. Исчезновение транспортного корабля «Циклоп». 16 февраля 1918 года корабль «Циклоп» вышел из Рио-де-Жанейро с 306-ю членами экипажа и пассажирами на борту и направился в Балтимор, штат Мэриленд. Судно перевозило марганцевую руду и, по предположениям, было перегружено на 100 тонн выше грузоподъемности. Транспортный корабль сделал незапланированную остановку на Барбадосе, а 4 марта продолжил свой путь в Балтимор, он должен был прибыть 13 марта. Однако «Циклоп» так и не добрался до конечной точки, причем обломки и тела членов экипажа так и не были найдены. Некоторые считают, что корабль затерялся в Бермудском треугольнике. Однако мы уже рассказывали в нашем предыдущем видео, что так называемая тайна Бермудского треугольника раскрыта и на самом деле на этом участке происходит, катастроф не больше, чем где бы то ни было в другом месте. 7. Таинственное исчезновение и появление Лоуренса Джозефа Бадера. В 1957 году продавец кухонной утвари Лоуренс Джозеф Бадер, который столкнулся с чередой финансовых проблем, пропал во время рыбалки возле своего дома в Акроне, штат Огайо. Был шторм, который и повредил его лодку. Через 4 дня после исчезновения в Омахе, штат Небраска, появился Джон Фридс Джонсон, который был яркой личностью и стал кем-то вроде местной знаменитости. В 1965 году, когда Фридс был в Чикаго, один из жителей Акрона узнал в нем Лоуренса и даже привел племянницу пропавшего продавца, которая смогла его опознать. Они долго спорили с Фридсом о его личности, которую он отрицал и считал смешной. Отпечатки пальцев Фридса совпадали с отпечатками пальцев Лоуренса Бадера, но Джонсон продолжал настаивать на том, что абсолютно не помнит своей жизни в Акроне. Его даже обследовали психиатры, которые пришли к выводу, что он не лжет. Фридс умер в 1966 году, унеся всю правду в могилу. 8. Токсичная женщина. Странная история произошла в феврале 1994 года, когда Глорию Рамирес экстренно госпитализировали в отделении неотложной помощи Калифорнии, женщина страдала от активно развивающегося рака шейки матки. Свидетели отметили, что когда в 2015 Рамирес появилась в больнице, она была чрезвычайно растеряна, а ее тело было усыпано маслянистыми пятнами. Через несколько минут после начала лечения медицинский персонал почувствовал себя плохо и потерял сознание. В блок реанимации поспешили и другие медики, но вскоре им стало плохо. После 45 минут сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции, Рамирес была объявлена мертвой, а 23 медицинских сотрудника испытали проблемы со здоровьем, пятеро из них были госпитализированы, а медицинскому ординатору даже пришлось провести две недели в отделении интенсивной терапии. Департамент здравоохранения округа посчитал, что сотрудники больницы пострадали от массовой истерии, но медицинский персонал в корне не согласен с его мнением. Все возможные версии не получили научного подкрепления, поэтому тайна так называемой токсичной женщины остается неразгаданной и сегодня. 9. Аквильский дождь В 1994 году в Аквиле, штат Вашингтон, прошло 6 ливней. Казалось бы, что необычного. Особенность дождей состояла в том, что с неба капала не дождевая вода, а студенистые капли, которые жители города описали как желеобразные. А что еще странно, после контакта с этим веществом у ряда горожан, появились симптомы гриппа, а домашние животные начали умирать. После исследований загадочного дождя эксперты обнаружили, что желеобразные капли содержали человеческие лейкоциты. Но причина его появления так и осталась тайной. 10. Теракт в Оклахоме и пропавшая нога 19 апреля 1995 года возле федерального здания в Оклахома-Сити, штат Оклахома, взорвался заминированный грузовик. В результате теракта погибли 168 человек. Следователи, работавшие над этим делом, обнаружили ногу в военном ботинке, но у погибшей женщины, которой, по их мнению, принадлежала конечность, Лакеш и Леви было две ноги, тело Леви было эксгумировано, а ногу забрали для исследования. Поскольку конечность была забальзамирована, сделать анализ ДНК было невозможно. Поэтому до сих пор остается неизвестным, кому именно принадлежала нога. Необычная находка послужила причиной появления подозрений насчет существования еще одного террориста либо другой жертвы, однако ни одно из предположений так и не было подтверждено. 11. Убийство семьи Миядзава. Накануне нового, 2001 года, в небольшом доме в пригороде Токио, были найдены трупы Микия и Исука Миядзавы и их двух маленьких детей. В ходе расследования детективы установили, что убийца пробыл в доме семьи несколько часов, он пользовался компьютером, ел фрукты и мороженое, и обрабатывал раны с помощью медикаментов из семейной аптечки. Он даже пользовался туалетом и ничего не смывал. Самое странное в этом деле то, что несмотря на наличие вещественных доказательств, которые могли помочь установить личность убийцы, например оставленной в доме одежды, полицейским так и не удалось вычислить и задержать преступника. 12. Пропавшие смотрители маяка с острова Фланан. Мало что может быть страшнее одинокого, удаленного от цивилизации маяка. И это как раз очень удачное место для жуткой тайны. Люди иногда исчезают. Но когда они исчезают бесследно, не оставив никаких следов, не даже намека на причину тогда рождается новая легенда и мистическая история. В ней бушуют страсти неких запредельных сил, и обязательно присутствуют версии о пришельцах. Загадочная история подобного исчезновения трех смотрителей маяка с островов Фланан именно об этом. В этой истории присутствуют все атрибуты мистической тайны. Остановившиеся часы, нетронутые обеты отсутствия следов крови. В 1900 году люди, прибывшие на остров Эйленмор, части островов Фланан в Шотландии, ожидали встретить опытных хранителей маяка. Томаса Маршалла, Джеймса Дуката и Дональда Мак-Артура. Однако мужчин нигде не было видно. Казалось, что они просто испарились, не оставив никаких следов. Внутри маяка был найден перевернутый стул. Стол был накрыт, еда была не тронута, часы не тикали. Судовой журнал показал, что на острове случился ужасный шторм, хотя об этом нигде по району ничего не сообщалось. Был сделан логический вывод, что сторожа были унесены морем, когда занимались своими обязанностями в тяжелых условиях, но так ли это? Есть и другие, более страшные версии о противоестественных силах. Некоторые люди утверждают, что Эллен Мор обладает некой негативной аурой, которая заставляет людей вести себя неадекватно. Отсутствие конкретных ответов помогает строить множество мистических версий и порождает больше вопросов, чем ответов. 13. Жуткие находки в море Селиш. Начиная с 2007 года, на побережье моря Селиш, недалеко от Британской Колумбии, Канада и Вашингтона, США, и в его окрестностях было найдено 20 человеческих ног. Большинство из них вместе с обувью. Несмотря на то, что несколько ступней смогли идентифицировать, многие из них до сих пор остаются загадкой. Власти исключают возможность насильственной смерти, а некоторые люди предполагают, что ноги могут быть останками жертв азиатского цунами 2004 года. 14. Дело Тамамшут. Дело Тамамшут – нераскрытое уголовное дело об убийстве неизвестного мужчины, найденного мертвым, 1 декабря 1948 года на пляже Самертон, в городе Аделаиде, Австралия. На теле погибшего не было каких-либо видимых ран. Кроме того, вскрытие показало, что до смерти он был абсолютно здоровым. В карманах мужчины нашли билет на автобус, жевательную резинку, сигареты, монеты, спички и несколько других вещей. Самый большой резонанс вызвал обнаруженный при нем клочок бумаги, вырванный из экземпляра, очень редкого издания Амара Хаяма, на котором было написано всего два слова «Тамамшут». Следствию до сих пор так и не удалось установить ни личность погибшего, ни точно определить способ его умерщвления. 15. Исчезновение Ларса Метанка. В 2014 году 28-летний немец, Ларс Метанк отдыхал в Болгарии с друзьями. Он планировал вернуться домой самолетом, но после драки с местными жителями врач посоветовал парню воздержаться от полетов, поскольку у него лопнула барабанная перепонка. Доктор настоял на том, чтобы Ларс остался в Болгарии и поселился в отеле. Через день после отъезда его друзей Метанк начал странно себя вести. У него случались приступы беспричинного страха и паранойя. Однажды он даже позвонил своей маме и рассказал ей, что его преследуют четверо мужчин. Его странное поведение было записано на камеру видеонаблюдения отеля, в котором Ларс пробыл всего ночь. Последний раз его видели 8 июля, через два дня после отъезда друзей в аэропорту Варны. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он убегает, словно за ним кто-то гонится, перелезает через забор и исчезает в подсолнухах у шоссе. С тех пор его никто не видел. 16. Исчезновение детей-садеров. Посреди ночи в канун Рождества 1945 года у семьи Содер случилось несчастье и их дом сгорел. Во время пожара внутри находились Джордж и Дженни Содер, а также 9 из их 10 детей, старшего не было в городе, четверым из которых удалось благополучно выбраться, вместе с родителями. Однако тела других пятерых так и не были обнаружены, из-за чего Содеры начали подозревать, что пожар был вызван поджогом, а детей похитили. Джордж был итальянским эмигрантом, который нередко резко высказывался в адрес Муссолини, что позволило предположить, что дети были похищены сицилийской мафией. Содеры исколесили все Соединенные Штаты, пытаясь выследить своих детей по сообщениям и наблюдениям очевидцев. А в 1967 году Дженни получила конверт, внутри которого обнаружила фотографию молодого человека, очень похожего на повзрослевшего сына Луиса. На обратной стороне было написано «Луис Содер, я люблю брата Фрэнки» и «Лил Бойс», «Эй, 90132» или «35». В письме не было обратного адреса, и семье так и не удалось разыскать мужчину на фотографии. Оба родителя продолжали поиски детей, вплоть до самой своей смерти. 17. Причудливое путешествие семьи Тромб. Однажды утром в понедельник, 2016 года Марк и Джакоба Тромб с тремя взрослыми детьми, Рианой, Митчелл и Эллой, покинули свой дом и ягодную ферму в Виктории, Австралия. Когда несколько дней спустя полиция обыскала их жилище, то обнаружила, что дверь не заперта, а внутри остались кредитные карты и мобильные телефоны. Позже появились сообщения, что и Марк, и Джакоба проявляли признаки глубокого стресса и паранойя, из-за чего избежали из дома. Казалось, Митчелл был единственным в семье, кого не волновала мнимая опасность, в которой находится его семья он взял с собой телефон. Но когда его родители обнаружили это, то заставили выбросить мобильник в окно. Утру вторника Тромб и проехали, почти 800 километров на север, до города в Новом Южном Уэльсе, где Митчелл оставил родителей и сестер и отправился домой. Остальные члены семьи продолжили путешествовать, пока Рианой и Элла не последовали примеру брата. Они угнали машину и заявили о пропаже матери и отца. В конце концов дороги сестер разминулись, а Элла и Митчелл стали первыми членами семьи Тромб, которые вернулись домой. Риана же забралась в багажник чужой машины, и когда владелец автомобиля ее обнаружил, впала в кататонический ступор и не смогла сказать, как ее зовут и где она находится. В итоге всю семью нашли, но никто так и не смог объяснить их странное поведение, которое полиция назвала массовым срывом. 18. Хозяйка Дюн. Летом 1974 года в Дюнах Рейс Пойнт в штате Массачусетс было найдено тело неизвестной женщины. Следователи обнаружили на ее коже ужасающие раны, а рядом синий платок и джинсы Ренглер. Процедура реконструкции лица и тщательные поиски не помогли установить личность женщины. В 2015 году возникло предположение, что она могла участвовать в массовке фильма «Челюсти», поскольку на кадрах обнаружили девушку, одежда которой была похожа на ту, что нашли рядом с телом. К тому же съемки проходили недалеко от места обнаружения. И хотя некоторые посчитали это заявление надуманным, ведущий следователь проявил к нему особый интерес. 19. Предполагаемое вторжение пришельцев в Зимбабве. В 1994 году 62 младшеклассника были на каникулах в Руве, Зимбабве, когда они увидели четыре серебряных предмета на краю игровой площадки. Решив исследовать находку, они обнаружили маленькое существо, в тесном черном костюме с большими глазами, похожими на мячи для регби. Некоторые из детей утверждали, что существо общалось с ними телепатически. И хотя некоторые из них были напуганы и шокированы, другие остались под большим впечатлением. Очевидно, учителя не поверили рассказу учеников. Но вернувшись домой, каждый ребенок рассказал родителям об инциденте. А когда детей по отдельности попросили нарисовать то, что они видели, все их рисунки были одинаковыми. 20. Инцидент с Максом Хедрумом. В ноябре 1987 года две телестанции в Чикаго были захвачены человеком, в маске Макса Хедрума он появился на экране после помех вместо ведущего. В обоих инцидентах неизвестный человек вел себя очень странно, он постоянно смеялся и что-то говорил, а второй захват закончился тем, что мужчину в маске отшлепали мухобойкой. Сотрудник Федеральной комиссии по связи США рассказал, что нарушители порядка были приговорены к штрафу в размере до 100 тысяч долларов и одному году тюремного заключения, однако их личность так и не установили. 21. Могила Чингисхана. Основатель Великий Хан Монгольской империи попросил, чтобы его похоронили без каких-либо знаков и пометок. Согласно легенде, когда он умер в 1227 году, все, кто участвовал в похоронной церемонии, были убиты, чтобы сохранить в тайне место захоронения. В течение 20 века многие ученые пытались отыскать скрытую гробницу, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. 22. Загадка пропажи экипажа корабля Кэрол А. Диринг. Американский грузовой корабль Кэрол А. Диринг и его команда из 10 человек успешно добрались до Рио-де-Жанейро в 1920 году. Но затем, по пути назад, в Вирджинию, произошло нечто странное. 31 января 1921 года судно было обнаружено, севшим на мель в мысах Атерос, Северная Каролина, США. Самое удивительное, что на корабле не было команды. Когда следователи поднялись на борт корабля призрака, они обнаружили, что на столах была разложена еда, будто экипаж готовился к трапезе. Правда личных вещей и спасательных шлюпок не имелось. Федеральное правительство США рассматривало во время следствия разные версии, пираты, мятежники и множество других. Но все они оказались безосновательными. В итоге и по сей день эта загадка является неразгаданной. 23. Корабль-призрак Джиэн Сэнк. Некоторые корабли-призраки настолько загадочны, что у них даже нет какой-либо предыстории. Так, в 2006 году, австралийская организация по надзору за прибрежной зоной, также известная как Кауствыч, обнаружила корабль, дрейфующий в море. Это был 80-метровый танкер неизвестного происхождения. У судна были сломаны, буксирный трос и ряд оборудования. На борту корабля было имя Джиэн Сэнк. Других идентифицирующих признаков не наблюдалось. Следственные органы не обнаружили никаких записей сигналов бедствия, никаких документов, удостоверяющих личности тех, кто мог ранее находиться на корабле, а также принадлежность имущества. Также не было никаких сообщений о пропавшей лодке. Следователи даже не могли выяснить, кому принадлежал этот корабль и откуда он пришел. Максимум, что удалось понять, это то, что корабль перевозил еду и топливо для рыбацких лодок. Но этот факт не отвечал на вопрос, почему никто не пытался спасти огромный танкер после того, как он сломался. 24. Корабль ХАЭМ-6. Рыбацкая лодка ХАЭМ-6 покинула Тайвань на Хэллоуин в 2002 году и вскоре пропала. В январе 2003 года австралийский корабль наткнулся на судно ХАЭМ-6. Самое странное, что на судне на полном ходу работал двигатель. Как выяснилось, основной бензобак рыбацкого судна был пуст, но двигатель работал на вспомогательных баках, которые были все еще заполнены. На судне нашли 10 тонн тунца, скумбрии. Рыба хранилась в холодном состоянии. Больше на судне никого не нашли, ни одного члена экипажа. Так этот корабль стал одним из самых загадочных кораблей-призраков за всю историю мореплавания, пока не был найден один из членов экипажа. Индонезийский рыбак был арестован после того, как признался, что команда работала с пиратами. По договоренности с ними во время рейса были убиты капитан и главный инженер корабля. Единственное, что остается загадкой причины убийства, почему корабль не оказался в руках пиратов, как и его груз. 25. Тайна пропавшей Нины В 2013 году мировые СМИ облетела новость, в Новой Зеландии пропала яхта Нины и экипаж. Яхта направлялась из Новой Зеландии в Австралию, однако пропала во время шторма. Принимая во внимание, что в районе шторма скорость ветра составляла более 100 км в час, а высота волн была более 8 метров, казалось очевидным, что лодка не справилась со штормом. Так и окончились бы наверное бесполезные поиски яхты, если бы не таинственное сообщение. Во время прохождения через шторму яхты была связь с метеорологом путем обмена текстовыми сообщениями. На удивление, последнее сообщение, которое метеорологи получили с яхты, не было изначально предоставлено поисковой команде, осуществляющей поиск яхты. Сообщение предоставили только спустя месяц. И судя по тексту, яхта чудом прошла шторм. Вот текст сообщения с яхты Нина, из-за шторма на судне разорваны все паруса. Остались только голые столбы. Также в сообщении отмечается, что лодка находится еще в движении. Родственники тех, кто находился на пропавшей яхте, восприняли это известие как знак, что на лодке остался кто-то живой. В итоге они организовали частный поиск лодки. Были даже обнаружены спутниковые фотографии, которые, как предполагалось, возможно, запечатлели пропавшую Нину. Хотя большинство экспертов утверждают, что на снимках просто большая волна, похожая на яхту. 26. Судно МВ «Джаита». В 1955 году торговый корабль МВ «Джаита» отправился в двухдневное путешествие по южной части Тихого океана. Но в итоге исчез. Поисковая операция оказалась безуспешной, и только через месяц капитан мимо проходящего корабля заметил частично затонувшее судно. Самое удивительное, что на борту не было ни одного из 25 пассажиров. При обнаружении корабль был частично погружен в воду. Таинственным образом корабль оказался без экипажа, оборудования, спасательных лодок и бесперевозимого груза. В итоге следствие не установило причину исчезновения экипажа. На протяжении многих лет циркулировали различные мрачные теории, начиная от советских подводников, похитивших экипаж и заканчивая японскими рыбаками, убившими всех на борту. Вы не поверите, но еще в 2002 году члены семей пропавших моряков продолжали изучать тайну исчезновения экипажа МВ «Джаита», рассчитывая понять, что же могло пойти не так. В настоящий момент родственники пропавших моряков придерживаются мнения одного профессора, который предположил, что какая-то часть корабля в нижней части проржавела, что дало течь во время рейса. В итоге судно стало тонуть, из-за чего команда вынуждена была покинуть корабль. Уда же делся весь экипаж и груз. Как лодка отклонилась от курса почти на тысячу километров. Некоторые склоны считать, что это был обычный факт страхового мошенничества. Другие же считают, что это была диверсия со стороны Японии. К сожалению, эта тайна, скорее всего, не будет не раскрыта никогда. 27. Корабль «Мумия». Когда в 2016 году филиппинские рыбаки поднялись на борт найденной дрейфующей яхты, они не были готовы к тому, что увидят мумифицированное тело немецкого моряка. Это был Манфрид Фридс Баджарад, который путешествовал по всему миру около 20 лет. Последний раз его видели на яхте в 2009 году. Хотя его друг утверждал, что получал от Манфрида сообщение в 2015 году через одну социальную сеть. На первый взгляд мумифицированное тело не вызывает никаких вопросов, поскольку если человек умер давно, то теплый соленый воздух легко мумифицирует его. Но дальше было самое удивительное вскрытие показало, что, вероятно, моряк был мертв всего около недели. 28. Яхта КС-2. В апреле 2007 года два брата и шкипер отправились в двухмесячное путешествие на яхте по Австралии. Три дня спустя яхта КС-2 была найдена у большого барьерного рифа с полупустой кофейной чашкой, развернутой газетой и разбросанными по полу ножами. Но на борту никого не было. СМИ быстро подняли шум, сравнивая таинственное исчезновение экипажа с обстоятельствами исчезновения команды Марии Целесты. Кто-то выдвинул версию, что скорее всего один из неопытных моряков упал за борт, а двое других утонули в попытках спасти его. Но это только теория, которая не подкреплена никакими доказательствами, поэтому судьба пропавших так и остается тайной морской истории. 29. Корабль-призрак Дженни. То, что произошло с этим кораблем-призраком, возможно является одной из самых страшных историй мореплавания. Она основана на сообщениях экипажа китобойного судна «Надежда», который наткнулся на шхуну Дженни, полностью замерзшую во льду пролива Дрейка. Экипаж Дженни был на корабле. Все члены экипажа погибли от холода. Капитан замерз за своим столом, на котором лежал бортовой журнал. В этом журнале последняя запись гласила 4 мая 1823 года. Без еды в течение 71 дня. Я единственный, кто остался в живых. Конечно, история с кораблем-призраком Дженни немного страшновата и в свое время была сенсационна. Сегодня она не кажется какой-то из ряда вон выходящей. Но несмотря на это, по сей день нет точной информации, что же произошло с экипажем и кораблем Дженни. Как случилось, что корабль застрял во льдах. 30. Исчезновение в 2003 году самолета Боинга 727-223. В 2003 году в аэропорту Анголы произошел странный случай. Двое работников аэропорта, которые занимались техническим обслуживанием самолетов, угнали Боинг 727-223. Регистрационный номер 844-AA. Удивительно, что ни один из этих людей не являлся действующим пилотом. Но несмотря на это они пробрались в самолет и взлетели с выключенным электронным оборудованием. С тех пор самолет никто не видел. 31. Филадельфийский эксперимент. Летом 1943 года эсминец ВМС США Аселдридж прибыл в порт в Филадельфии для тестирования нового оборудования. Задача эксперимента была сделать корабль невидимым, с помощью сильнейшего электромагнитного поля. В результате корабль вывели в открытое море и включили оборудование на полную мощь. На борту находился 181 человек. Как сообщают очевидцы, в результате эксперимента корабль действительно исчез из поля зрения. На несколько секунд на месте корабля появился зеленый туман. К сожалению, подробности этого эксперимента до сих пор засекречены. По некоторым данным в результате эксперимента, 13 человек из экипажа получили смертельные ожоги, 27 человек в буквальном смысле срослись с металлическими элементами корабля. Из 181 человека невредимыми остались только 27. Доподлинно неизвестно, удался ли с научной точки зрения этот страшный эксперимент. Но некоторые очевидцы сообщают, что в это же самое время во время тестирования уникального оборудования, в порту города Норфолк, штат Виргиния, на несколько секунд появился голубая туманность, сквозь которую точно просматривался корабль Элдридж. 32. Исчезновение Астон Мартин DB5, который участвовал в съемках фильма Джеймс Бонд 007 «Галдфингер». После появления в фильме о Джеймс Бонде Астон Мартин DB5 с номером шасси DP216-1, автомобиль благодаря популярности киноленты не исчезал с мировых экранов кинотеатров и телевизоров. Но в 1997 году, при транспортировке машины на хранение, машина была украдена прямо из аэропорта. Примечательно, что автомобиль перевозился в специальном опечатанном контейнере с охраной. К сожалению, машина до сих пор не найдена. 33. Столкновение двух самолетов в Тайби-Айленд в 1958 году. 5 февраля 1958 года над побережьем американского штата Джорджия произошла авиакатастрофа с участием военных самолетов F-86 истребителя ВВС США и бомбардировщика B-47 ВВС США. На борту бомбардировщика находилась водородная бомба МК-15 весом 3500 кг. Столкновение произошло на высоте 11 км. В результате пилот истребителя катапультировался и остался жив. B-47 получил повреждение топливного бака и крыла и был вынужден начать снижаться и планировать для аварийной посадки. Для безопасного приземления командир корабля принял решение сбросить водородную бомбу в воду с высоты 2 км. Удивительно, но по какой-то счастливой случайности бомба не взорвалась. С тех пор бомба до сих пор не найдена, несмотря на тщательные поиски. 34. Загадочная катастрофа дирижабля L-8. 16 августа 1942 года два члена экипажа вели наблюдение за местностью с воздуха, находясь на военном дирижабле L-8. Но неожиданно дирижабль упал на землю. Но самое удивительное, что два члена экипажа исчезли. Исследование показало, что внутри дирижабля исчезло два из трех спасательных жилета. Несмотря на явный намек на то, что два члена экипажа каким-то образом покинули дирижабль, неясно одно. Как они смогли выбраться с воздушного судна, находясь на большой высоте, остается тайной, дирижабль, судя по маршруту, не приближался близко к земле. По сей день, нет ответов, куда делись два члена экипажа с дирижабля. 35. Исчезновение самолета B-47. 10 марта 1956 года военный самолет B-47 вылетел из Флориды в Марокко, но так и не долетел до конечного пункта назначения. На борту самолета находилось ядерное вооружение. К сожалению, самолет так и не был найден. 36. Исчезновение пяти самолетов Flight 19 в Бермудском треугольнике. 5 декабря 1945 года во время тренировочного полета с радаров исчезло пять военных самолетов Flight 19 в ВВС США. Это произошло в самом загадочном месте на планете, в Бермудском треугольнике. По официальной версии, считается, что у летчиков закончилось топливо или произошла дезориентация в пространстве, в результате чего самолеты потерпели крушение. К сожалению, результаты поиска не дали никаких ответов. 37. Исчезновение Амелии Эрхард. Летчица Амелия Эрхард стала известной на весь мир после первого в мире трансконтинентального перелета в 1932 году. Позже легендарная летчица планировала пролететь вокруг земного шара. Планировалось, что летчица пролетит вдоль всей длины экватора земного шара, преодолев расстояние 46 661 километров. В итоге она осмелилась на этот перелет и после тщательной подготовки отправилась в полет. После того, как она пролетела 35 400 километров в районе Новой Гвинеи, в 4000 километрах от Хауленд, ее самолет исчез. 38. Мумия, которой не было. Еще в 2000 году Пакистан, Иран и Афганистан боролись за владение тем, что они считали мумифицированными останками персидской принцессы возрастом около 2600 лет. Мумия была найдена полицией во время рейда в доме вождя Белуджистана в Каране, Пакистан, и должна была быть продана на черном рынке за миллионы. Когда она была обнаружена, голова мумии была украшена золотой короной, и в ее гробу находились золотые украшения, которые действительно создавали впечатление, что найдено археологическое чудо. Однако не все были убеждены, что мумия была настоящей. Профессор Ахмат Дани, директор Института азиатских цивилизаций в Исламабаде, утверждал, что с самого начала знал, что мумия – это не все, чем она кажется. Он не ошибся. Вскоре после детального изучения останков было обнаружено, что телу не было 2600 лет, и оно не принадлежало персидской принцессе. Выяснилось, что гроб, в котором она лежала, был не таким старым, как позволяли подумать ее останки, и что коврику, на котором она лежала, возможно, было всего лишь 5 лет. В настоящее время считается, что персидская мумия является телом 21-летней женщины, которая стала жертвой убийства. Ее шея, челюсть и спина сломаны. Наконец, с помощью радиоуглеродного анализа было подтверждено, что жертва умерла в 1996 году. Мумия была похоронена, в 2005 году жертва не была опознана. 39. Смерть голландских студенток. 1 апреля 2014 года голландские студенты Лизана Фрун и Крис Кремерс попрощались с семьей, принимающей их во время давно запланированной поездки в Панаму, и пошли с семейной собакой на прогулку вдоль вулкана Бару. Они опубликовали в Фейсбук, запрещенная в России организация, что собираются прогуляться по Бокити, прежде чем отправиться на туристическую тропу. В тот вечер принимающая семья заметила, что собака пришла обратно домой, но не было никаких следов двух девушек. Предполагая, что они, возможно, решили переночевать на тропе, семья ждала до утра. Однако, когда они обнаружили, что Крис и Лизана так и не пришли, семья немедленно связалась с полицией. Родители Крис и Лизаны прибыли в Панаму, пять дней спустя и с тревогой ждали новостей о своих детях, пока полиция и детективы проводили поисковые действия в лесу в течение 10 дней, прошло 10 недель. Местная женщина появилась в полицейском участке с синим рюкзаком, который она нашла на берегу реки в регионе Бока-Дель-Тарос. Внутри рюкзака были паспорт Лизаны, солнцезащитные очки, две пары бюсгальтеров, бутылка с водой и немного денег. Полиция также нашла в рюкзаке камеру и сотовые телефоны обеих девушек. Просматривая телефоны, они обнаружили, что было 77 попыток вызвать полицию и службы экстренной помощи, как в Панаме, так и в Нидерландах. Из-за отсутствия сигнала в зоне эти звонки не проходили. На одном из телефонов они нашли несколько фотографий тропы и окружающего леса. Были также фотографии, сделанные 8 апреля, с вещами девушек, разбросанными по камням, и тревожная фотография задней части головы Крис, показывающая кровь, струящуюся из ее затылка. Через два месяца в лесу были найдены кости. Анализы ДНК подтвердили, что кости принадлежали двум пропавшим девушкам. Позже, в 2014 году, они были публично объявлены мертвыми, в результате несчастного случая. Полиция так и не узнала, как они умерли и кто несет ответственность за их смерть. 40. Кожаный человек. Историк Дэн Делука, провел большую часть своей жизни, исследуя жизнь покойного бездомного. С тех пор, как он наткнулся на могилу на спортинском кладбище в Осининге, Нью-Йорк, Делука был очарован историей мужчины, известного как Кожаный Человек. Он узнал, что надпись на надгробии неверно упоминала, покойного как Жюля Бургла из Леона, Франция. Он также знал, что Кожаный Человек, был источником загадок для людей в округе Вэсчестер и Западном Коннектикуте с 1850-х годов. Говорят, что у Кожаного Человека был странный ритуал, который способствовал большей части слухов вокруг него. Раз в месяц он проходил 580 километров между реками Гудзон и Коннектикут. Будучи бездомным, он был очень скромно одет в лоскутную одежду и деревянные туфли и очень редко разговаривал с кем-либо. Он спал в лесу, а иногда и в пещерах, но никогда не оставался в здании дольше пары минут. Он часто просил еду, проходя мимо фермы, и жители были поражены его аппетитом. Он мог съесть ошеломляющее количество, оставаясь у входной двери. Пресса начала следить за передвижениями Кожаного Человека и вести хронику его путешествий на протяжении более 30 лет. В наше время исследования этого загадочного человека продолжаются. Пёрл Джем увлеклись его тайной и написали песню о нем. Настоящее имя и возраст Кожаного Человека остаются неизвестными, как и место его рождения и взросления. 41. Запятнанный кровью склеп Нины Крейгмиллс. Нина Крейгмиллс родилась у Майеры Отделии Томпсон Крейгмиллза и Джона Хендерсона Крейгмиллза 5 августа 1864 года. Когда она выросла, Нина полюбила ездить на карете. Во время одной такой прогулки с дедушкой в день Святого Луки в 1871 году карета, на которой они ехали, натолкнулась на встречный поезд, когда они пересекали железнодорожные пути. Семилетняя Нина погибла от удара. Пока ее семья скорбела, отец Нины изменил свое завещание, включив в него пункт, в котором говорилось, что он хочет быть похороненным в склепе, где покоился прах Нины. Джон Крейгмиллс также гарантировал, что в память о Нине будет построена епископальная церковь, которая будет включать мраморный склеп на кладбище, в котором будет храниться прах Нины. Церковь была названа Мемориальной Епископальной Церковью Святого Луки и была освящена в 1872 году. Джон умер в 1899 году и был похоронен согласно его просьбе внутри склепа Нины. Некоторое время спустя на склепе стали появляться красные пятна. Усилия по очистке пятен потерпели неудачу, и когда мраморные блоки были заменены, пятна просто появились снова. В наше время сообщалось о наблюдениях маленькой девочки-призрака в одежде 1800-х годов, играющей за пределами склепа. Красные пятна, которые многие считают кровью, все еще видны на склепе Кригмиллс в Кливленде, и туристы любят рассказывать эту историю. Однако причина появления пятен остается загадкой. 42. Бездонная де Ромелла. 21 февраля 1997 года слушатель выступил в качестве гостя на радиостанции Coast to Coast E. Mark Bell. Человек назвал себя Мэлом Уотерсом и рассказал историю, напоминающую сюжет кладбища домашних животных. Уотерс утверждал, что в его собственности в таинственном районе, в 15 километрах к западу от Эллинсбурга в графстве Кититес, штат Вашингтон, появилась загадочная дыра. Далее он сказал, что яма была глубиной более 24 километров и могла воскрешать мертвых животных. Кроме того, Уотерс заявил, что правительственные чиновники захватили его землю, завладели дырой и заплатили ему за переезд в Австралию. Уотерс появился на шоу снова в 2000 и 2002 годах, вскоре после этого местная газета сообщила, что никто по имени Мэл Уотерс никогда не жил на хребте монастаж под Эллинсбургом. Большинство людей списали эту историю на сумасшедшего бродягу и больше не думали о мистической дыре. Затем в 2008 году медик по имени Рэтелк заявил, что хорошо знает таинственную дыру и что она может поджигать лед. Он также сделал странное утверждение, что яма готовила овцу, пока она была жива, а затем заставила тюленя появиться внутри приготовленной овцы. До сегодняшнего дня никто не знает, кто такой Мэл Уотерс и почему он трижды появлялся на радио, чтобы рассказать историю, которую подтвердил только один человек. Тем не менее, некоторые убежденные люди все еще находят время в своем расписании, чтобы побродить по району монастажа в надежде найти эту таинственную дыру в земле. 43. Таинственное исчезновение в Ватикане. Когда в 1983 году 15-летняя Эммануэла Орланди закончила второй курс средней школы в Риме, она решила продолжить занятия флейтой в школе Томмазо Людовико де Виктория. 22 июня 1983 года Эммануэла попросила своего брата Пьетро сопровождать ее в автобусе до музыкальной школы, но у него были дела. В тот день она опоздала на урок и позже позвонила сестре, чтобы сообщить ей, что ей дали возможность стать представителем Эйвен Косметикс. Человек, который предоставил ей эту возможность, говорил с ней перед уроком музыки, вынудив Эммануэлу опоздать. Позже в тот же день Эммануэла рассказала своей подруге о работе, прежде чем сесть в машину и уехать. Эммануэлу Орланди больше никогда не видели. За эти годы появилось много ложных указаний, а также множество теорий о том, что могло случиться с молодой девушкой. Некоторые считают, что она была похищена болгарской неофашистской молодежной группой. Другие утверждают, что она живет в мусульманской общине в Париже. Еще более возмутительные теории включают в себя то, что ее похищение было частью заговора, с целью убить святого Иоанна Павла II или даже могло быть связано с подвалами Рима. В 2017 году итальянский журналист заявил, что украл документ из Ватикана, в котором говорится, что святой престол организовал исчезновение Эммануэлы. Ватикан немедленно заявил, что это фейковые новости. В июле 2019 года Ватикан раскопал гробницы двух немецких принцесс XIX века на папском Тевтонском кладбище, после того, как было получено анонимное сообщение о том, что останки Эммануэлы были захоронены в них. Вместо этого они нашли совершенно пустые гробницы, а это значит, что нахождение останков принцесс тоже находится под вопросом. Во время этих раскопок под камнем были обнаружены два набора костей, которые находятся в процессе проверки. Надеемся, что тайна того, что случилось с Эммануэлой Орланди, когда-нибудь будет окончательно разгадано. 44. Пречувствие Кэти Хоббс. Когда Кэтрин Мари Хоббс было 8 лет, ее родители развелись. Как будто этого было недостаточно для маленькой девочки, через некоторое время умер и ее лучший друг, когда они оба были в средней школе. Вскоре после этого у Кэтрин или Кэти, как называла ее семья, начало появляться тревожное предчувствие, что она не доживет до 16 лет. Кэти и ее сестра Тереза переехали в пригород Лас-Вегаса со своей матерью, где Кэти завела новых друзей и в конце концов проснулась в свой 16 день рождения 20 апреля 1987 года, чувствуя большое облегчение от того, что с ней ничего страшного не произошло. По мере того, как проходили дни после ее дня рождения, Кэти была уверена, что ее предчувствия были не более чем плодом ее воображения. 23 июля 1987 года Кэти вышла из дома, чтобы купить роман в местном супермаркете в полутора кварталах. Ее мама поцеловала ее на прощание на случай, если она заснет до того, как Кэти вернется. На следующее утро, мама Кэти постучала в дверь ее спальни и обнаружила, что она пуста. Кэти так и не вернулась домой. Ее мать немедленно подала заявление о пропаже человека. Девять дней спустя путешественник нашел тело Кэти, возле озера Мид. Когда вызвали полицию, они обнаружили на месте убийства камни с кровью Кэти, что указывало на то, что подростку неоднократно наносили удары по голове. Эта новость обескуражила мать и сестру Кэти. Позже, убирая ее спальню, они нашли письма, написанные Кэти каждому члену семьи. Письма были датированы за месяц, до 16 дня рождения Кэти. В них она написала, что очень любит их и что они не должны расстраиваться или переживать из-за ее смерти. Убийство Кэти Хоббс остается до сих пор нераскрытым, хотя серийный убийца по имени Майкл Ли Локхард был главным подозреваемым и в итоге был казнен за другое убийство. 45. Отравление съемочной группы и актеров Титаника. В последний день съемок фильма Титаник в Новой Шотландии Джеймс Кэмерон внезапно почувствовал себя необъяснимо больным и дезориентированным. Когда его начал рвать, он понял, что что-то не так. Вернувшись на съемочную площадку, он обнаружил, что не только он чувствует себя странно. Некоторые актеры и съемочная группа столкнулись с тошнотой или плакали, а некоторые даже смеялись. В больнице в Дартмуте все стали еще более странными, когда один из членов команды ударил Кэмерона по лицу ручкой, в то время как другие начали воровать незанятые инвалидные коляски и кататься вверх и вниз по коридорам больницы. Кэмерон, с кровоточащей раной от ручки не переставал смеяться. Как только персонал больницы исключил пищевое отравление, они поняли, что в суп, который ели, более 60 человек на съемочной площадке, был добавлен фенциклидин. Теорий было много. Одна из них состояла в том, что уволенный член съемочной группы пытался отомстить, отравив еду. Официально это остается загадкой. Дело закрыли в 1999 году из-за отсутствия подозреваемых. 46. Миниатюрные гробы. В 1836 году группа мальчиков отправилась к трону Артура в Эдинбурге, Шотландия, чтобы охотиться на кроликов. Заинтригованные пещерой, мальчики решили заглянуть внутрь. Сняв камни, прикрывающие вход, они наткнулись на 17 миниатюрных гробов, в каждом из которых была деревянная кукла. У кукол были большие глаза, и они были одеты в хлопчатобумажную одежду. Когда о находке было сообщено в газете «Скотсман», в статье упоминалось, что гробы были украшены погребальными украшениями, и казалось, что они были недавно помещены в пещеру. Как всегда в случае необъяснимых открытий, было предложено несколько теорий, чтобы попытаться объяснить гробы. Некоторые люди думали, что это могли быть дети, играющие в шутку, а другие думали, что ведьмы могли использовать гробы для ритуалов. Еще одна теория гласила, что гробы могли быть частью древнего обычая, давать морякам, погибшим в море, христианское захоронение. Так сказать, темная версия предполагала, что гробы могли быть установлены, в дань памяти убийц Уильяма Берка и Уильяма Хейера, которые убили 17 человек. Истинная цель гробов и того, кто их поместил в пещеру, остается загадкой. 47. Безрукий монах. В 2017 году археологи сделали потрясающее открытие средневекового скелета дельфина на островке у побережья Гернсе. В следующем году они сделали еще более загадочное открытие – мужской скелет без рук. После расследования было установлено, что скелет человека, который, как полагают, был монахом, был захоронен в гораздо более позднее время, чем дельфин, и эти два инцидента не были связаны. Первоначально археологи полагали, что остров Ла-Кэппел когда-то был намного больше и являлся домом для нескольких христианских монахов во времена Средневековья. Одна из теорий, окружающих тайну скелета, гласит, что монах, возможно, страдал проказой, и из-за этого ему отрезали руки. Однако некоторые эксперты считают, что это маловероятно, и не верят, что этот человек был монахом, поскольку детали на одежде скелета указывают на то, что тело, возможно, было захоронено в 17 веке, задолго до того, как островок был бы заселен монахами. Открытие скелета до сих пор остается загадкой, поскольку эксперты все еще изучают останки и думают над другой теорией, в которой утверждается, что человек, возможно, был моряком, который погиб в море и упал за борт перед тем, как оказаться вынесенным на островок. 48. Шумы, от которых вас тошнит. В декабре 2016 года. Агент ЦРУ обращается в медицинский кабинет американского посольства в Гаване, Куба, с жалобами на тошноту, головную боль и головокружение. Через несколько дней другие агенты утверждают, что страдают от тех же неудобств. Проходит два года, и у 28 американцев и 13 канадцев появляется тошнота, потеря слуха, головокружение, кровотечение, износа и трудности с концентрацией внимания. В любом случае, жертвы утверждают, что симптомы начались после того, как они услышали странный шум либо в отеле, в котором они остановились, либо в своем доме. Один из них говорит, что звук был высоким. Другой описывает звуковой луч, направленный на их спальню. Некоторые утверждают, что он напоминал звук, издаваемый шарами, катящимися по земле. Эти условия ставят в тупик медицинских работников. Врачи Пенсильванского университета, обследовавшие некоторых пациентов, ставят диагноз, схожий с сотрясения мозга, но не могут найти никаких его признаков. Я знаю, о чем вы думаете, за всем этим стоит кубинское правительство, не так ли? Кубинцы категорически отрицали свою причастность к этому делу, и несколько американских следователей им поверили. Причина, следователи не знали, чем заболели эти люди. Был ли это новый тип оружия? ЦРУ утверждает, что не знает ни одного оружия, способного вызвать такие симптомы. По одной из версий, такую реакцию могла вызвать пара подслушивающих устройств, расположенных слишком близко друг к другу кубинскими агентами. Что-то вроде ответного звука, когда стоишь слишком близко к микрофону. Однако, ФБР не нашло ничего, что подтверждало бы такое утверждение. На самом деле ультразвук неслышим для человека. Предложенные некоторыми потерпевшими звукозаписи только запутали дело. Ученые, проанализировавшие записи, утверждают, что это песня самца-сверчка. Один из них, Александр Стапс из Калифорнийского университета в Беркли, заявлял, что эти насекомые очень громкие, вы можете услышать их изнутри дизельного грузовика, едущего по автомагистрали. Несмотря на это, ученые до сих пор не знают, почему звуки могли вызывать дискомфорт у людей. Возможно, это было просто беспокойство. Куба очень напряженная, очень опасная страна, указывает бывший высокопоставленный сотрудник американского посольства. Дипломатов предупреждают, что будет слежка. В вашем доме и, возможно, в машине будут подслушивающие устройства. Если это правда, то чем объясняются подобные события в Китае? В мае 2018 года аналогичный, не менее загадочный диагноз получил американец, прикрепленный к консульству, расположенному в Гуанчжоу. Затем было эвакуировано около 15 американцев. Если причина этих тошнотворных звуков остается загадкой, то последствия вполне ясны. Американцы отозвали 60% своей кубинской дипломатии и выслали 15 кубинских дипломатов из Вашингтона. Эти загадочные звуки могут быть, так сказать, предупредительными выстрелами холодной войны нового типа. 49. Кто такой Дэн Купер? 24 ноября 1971 года Дэн Купер сел в качестве пассажира на рейс 305 авиакомпании Northwest Airlines из Портленда в Сиэтл простой 30-минутный рейс. Другие пассажиры и персонал описали его как мужчину лет 45-ти, одетого в темный пиджак, черный галстук с жемчужной застежкой и отутюженную белую рубашку. Он сел на свое место, закурил сигарету и вежливо заказал бурбоны содовую, заплатив наличными. Вскоре после взлета он дал рукописную записку 23-летней бортпроводницы, которая полностью проигнорировала ее, полагая, что это номер телефона пассажира. «Мисс, вы действительно должны прочитать эту записку», — сказал он ей. «У меня есть бомба». Точные слова являются частью тайны, потому что мужчина также забрал свою записку после прочтения. Однако мы знаем, что он потребовал 200 тысяч долларов в США, сейчас бы это было порядка 1 миллиона долларов, 4 парашюта и автоцистерну с бензином в аэропорту Сиэтла, чтобы немедленно заправить самолет, когда он там приземлится. Стюардесса делилась просьбами с капитаном. Другие пассажиры совершенно не обращали внимания на то, что происходит, полагая, что сроки, связанные с посадкой, были вызваны механической неисправностью. Самолет приземлился в 17.39. Сотрудник North West Airlines сразу же принес сумку с деньгами и четырьмя запрошенными парашютами. Затем Дэн Купер разрешил всем пассажирам и двум бортпроводникам покинуть самолет. Во время дозаправки Купер сообщил оставшемуся экипажу свой план, самолет направится на юго-восток, в сторону Мексики, с запланированной остановкой для дозаправки в Неваде. Самолет взлетел через два часа. Когда он приземлился в Рино, штат Невада, Дэна Купера в самолете уже не было. Больше никто его не видел. Парашют также не нашли. В 1980 году мальчик, отдыхавший со своей семьей в Орегоне, обнаружил несколько пакетов с теми самыми деньгами, их можно было идентифицировать по серийным номерам. Больше ничего не было найдено. Недавно одна из лямок парашюта была найдена на одном из возможных мест, где Купер мог приземлиться. Однако других следов Дэна Купера так и не было найдено. Существует несколько теорий относительно обстоятельств преступления и дальнейшей судьбы Дэна Купера. По мнению ФБР, Купер после прыжка погиб, однако никаких вещественных доказательств, подтверждающих эту теорию, не было найдено. Данный террористический акт остается единственным нерешенным случаем воздушного пиратства в американской истории авиации. 50. Живые статуи. Между 1917 и 1928 годами полмиллиона человек страдали от ужасного заболевания, достойного фильма ужасов. Жертвы все живые и в полном сознании оказались необъяснимо замороженными, запертыми в своих неподвижных телах. Литургический энцефалит или сонная болезнь появился в Европе и быстро распространился по всему земному шару, достигнув масштабов эпидемии в Северной Америке, Европе и Индии в 1919 году. От этого недуга умирала треть заболевших. Почти половина выживших не могли физически взаимодействовать с окружающими, но при этом хорошо осознавали свое окружение. Иногда способные к ограниченной речи, движению глаз или даже к смеху, они в целом были похожи на живые неподвижные статуи. Это продолжалось часы, недели и даже годы, так что же это за странное явление. Сначала единого диагноза у медиков не было. Позже они стали объяснять это неким странным психоневрологическим поведением и непреодолимой литургической сонливостью, которая вызывает состояние, подобное коме, а также мышечную ригидность. Причина такого состояния неизвестна. Одна из теорий указывает на воспаление шейной железы, вызванное редким штаммом стрептокока, бактерией, вызывающей множество болей в горле. Лучшее предположение, которое озвучивают ученые, заключается в том, что бактерии подверглись мутации, которая заставила иммунную систему атаковать мозг, сделав жертву беспомощной. Ничто из этого не объясняет, почему эта болезнь исчезла только для того, чтобы вновь появиться в Европе в 1950-х годах, а совсем недавно в Китае, когда 12-летнюю девочку госпитализировали на 5 недель. Следует ли считать эти явления нормальными, или это признак возможного повторного распространения литургического энцефалита? В 2004 году анализ случаев 20 пациентов с поразительно похожими симптомами привел к выводу, что зло, от которого они страдали, все еще живо. Вот почему эта сонная болезнь остается настоящим кошмаром. 51. Тунгусский метеорит. Более 100 лет прошло с момента этого мощного космического явления, когда-либо описанного в современной истории. Большинство людей знают о Тунгусском взрыве, произошедшем в 1908 году, в результате падения метеорита. Огненный шар имел диаметр почти 100 метров. Эта грандиозная катастрофа уничтожила около 2000 квадратных километров тайги и повалила около 80 миллионов деревьев в Сибири. Остается загадкой, почему Тунгусский метеорит не оставил кратера после себя, какие оставляют другие упавшие на Землю метеориты. Это явление было классифицировано учеными как крупнейшее столкновение между двумя астрономическими объектами, такими как астероид и Земля, за весь период истории человечества. Звучит невероятно. Однако есть одна небольшая загвоздка. Этого почему-то никто не заметил. Никаких следов огромного внеземного объекта так и не было найдено. Отсутствие кратера также вызывает недоумение. Эксперты предполагают, что объект упал с неба и взорвался над лесом перед столкновением. Не идеальное решение действительно неожиданной проблемы. Ученые считают, что возможно это был не метеорит, а комета. Ведь последние состоят из льда, а не камня. Это и может служить возможным объяснением отсутствия следов каких-либо чужеродных горных пород. Научные дискуссии по этому поводу проводятся до сих пор и консенсуса нет. Это не мешает всем, кому не лень изобретать альтернативные теории, которые объясняют произошедшее. Некоторые из этих версий весьма экзотические. Они варьируются от сложных псевдонаучных рассуждений до совершенно диких, где причина это авария инопланетного корабля. Наверное мы не сможем прояснить этот вопрос уже никогда. Нам не суждено узнать истинные причины того, что именно вызвало Тунгусскую катастрофу. Хотя хочется верить, что истина будет найдена. 52. Рукопись Войнича. Непостижимая фантастическая рукопись Войнича похожа на реквизит из какого-то голливудского фильма. На самом деле она абсолютно реальна. Эту таинственную рукопись обнаружил в Риме книжный эксперт из Польши Вильфрид Войнич. Это относительно небольшая и идеально оформленная книга. Этот странный и необычный предмет находится в Ельском университете. В рукописи 240 пергаментных страниц и размером она примерно 20 на 16 сантиметров. Некоторые страницы рукописи разворачиваются, чтобы показать более крупные схемы. Что же написано на этих загадочных страницах? Текст написан на неизвестном непонятном языке. В книге множество потрясающих иллюстраций, которые не выглядели бы неуместными, в мультфильме от японской студии Гибли. Там есть парящие замки, бестелесные головы, цветы, не имеющие аналогов на земле, странные существа, похожие на медуз, и множество обнаженных женщин, купающихся в воде. В 2009 году текст рукописи был подвергнут радиоуглеродному анализу и было установлено, что пергамент датируется 15 веком, что делает сей кодекс средневековым. Когда Войнич обнаружил рукопись, с ней было письмо, в котором говорилось, что она была некогда собственностью императора, Священной Римской империи Рудольфа II. Долгие годы различные ученые пытались разобраться в этой тайне, выдвигали самые различные версии. С завидной периодичностью разнообразные эксперты заявляют, что разгадали шифр рукописи Войнича. Несмотря на это, до сих пор так никто и не понял, что же на самом деле означает эта книга. Чем больше людей исследуют, тем страннее становится. 53. Кровоточащий дом. Незадолго до полуночи, 8 сентября 1987 года 70-летняя Мини Уинстон вошла в ванную, и дальнейшие события стали самыми странными в ее жизни. Что же произошло в семье достопочтенной старушки? Войдя перед сном в ванную, Мини заметила странный, красный разлив на полу. Когда она собиралась осмотреть необычную лужу, она заметила, что стены в ее ванной также покрыты красноватыми пятнами, таинственно сочившимися с поверхности. Она вышла на улицу и увидела, что на полу веранды также были лужи с красноватой жидкостью. Уилл, окликнула она мужа. Посмотри на все эти красные пятна, сочащиеся между этажами. На секунду Мини запаниковала, когда ее муж не ответил. 79-летний муж Мини был хрупким и нуждался в профессиональной медицинской помощи. Уильяму Уинстону приходилось каждый день подключаться к аппарату для диализа, чтобы его кровь очищалась, и процесс оставлял его истощенным на весь день. Страх Мини превратился в дикую растерянность, когда ее муж появился на другом конце коридора. Он был в чистом белье без видимых следов крови. Он стоял, глядя на красные капли между ними. Выражение лица жены передалось ему. Чья это была кровь? Винстоны были в замешательстве и по понятным причинам в ужасе. Не зная, что делать, они позвонили в полицейский участок, попросив их приехать и проверить их дом и таинственные лужи крови на полу. Детектив Стив Картрайт исследовал кирпичный дом с шестью спальнями на южной стороне Атланты. Полиция обыскала помещение, но не смогла найти никаких признаков взлома или кого-либо, скрывающегося в здании. Было две вещи, в которых детектив Картрайт был уверен в ту ночь. То, что они смотрели, было на самом деле кровью и что она не исходила от Уинстонов. За более чем 22 года проживания, в этом доме Минни и Уильям никогда не сталкивались ни с чем подобным, что было во вторник вечером в 1987 году. Лужи с кровью были найдены на их кухне, а также в их гостиной. Они были на полу их спальни, на стенах и под бытовой техникой. Учитывая количество крови, которое они нашли, он по-видимому истекал из еще живого источника. Другими словами, кто-то внутри их дома обильно истекал кровью. Однако в доме не было никого, кроме пожилой пары, у которой не было ран или порезов на телах. Также Минни заверила офицеров, что все процедуры лечения ее мужа проводились в медицинском учреждении, а не внутри их дома. Ошеломленные, полиция собрала образцы крови и представила их в свою лабораторию для дальнейшего анализа. В режиме ожидания семья Уинстон находилась несколько дней, но результаты лаборатории показали, что кровь не принадлежит ни Минни, ни Уиллу, так как не совпала группа крови. Также результаты анализов показали, что внутри дома Уинстона была собрана человеческая кровь. Итак, вопрос еще сохранял силу. Чья это была кровь, когда история прорвалась через небольшие заголовки журналов, Минни и Уильям получили много нежелательного внимания со стороны прессы и просто зевак. Были нежелательные телефонные звонки и стуки в их дом в любое время дня. Пожилая пара держалась своего слова и снова и снова заявляла, что кровь не принадлежит им и что это никоим образом не обман. «Я до сих пор не знаю, откуда взялась кровь», говорила Минни в интервью через несколько дней, после того, как были выявлены результаты лабораторных исследований, и я устала от всех этих людей, которые задают мне все эти вопросы. «Если кто-то придет сюда сегодня, я не собираюсь снова открывать дверь». Полиция Атланты так и не выяснила, откуда взялась кровь. Минни и Уильям Уинстон никогда после не сталкивались с этим явлением и прожили спокойную жизнь. Но дом, в котором они жили, получил ужасное название «Кровоточащий дом». 54. Похищение супругов Хилл. Это странное событие произошло 19 сентября 1961 года в Уитфилде, США. Итак, что тогда произошло? Молодая пара возвращалась после поездки в Канаду домой, в город Портсмут. Во время передвижения по шоссе Барни обнаружил подозрительный свет, который преследовал их автомобиль. Чтобы понять происходящее, Барни остановил автомобиль, достал бинокль, чтобы разглядеть светящийся диск и увидел в окулярах фигуры 11 человекоподобных существ, двигавшихся за окнами, расположенными в ряд на корпусе НЛО. Как только летательный объект опустился до высоты, 30 метров над землей, Барни бросился к автомобилю, чтобы поскорее уехать с этого места. Заведя двигатель, он твердил жене непостижимо. Невероятно. Это инопланетяне, они хотят захватить нас, чем он ее неслабо потряс. Не успев проехать и пары метров, автомобиль начал тормозить, после чего вовсе остановился как вкопанный, электроника внутри салона полностью отказала. Параллельно с этим супруги почувствовали, что засыпают. Очнулись они лишь через 2 часа и в 50 километрах от места, где случилось это загадочное происшествие. По мнению супругов, они нигде не останавливались, а те несколько остановок, что они совершили до этого, могли занять лишь пару минут, но никак не 2 часа. О произошедшем они, конечно же, рассказали в местном правительственном органе, занимавшемся авиационным командованием. Те поделились с ними данными своих наблюдений, в ночь на 19 сентября 1961 года оказывается, на их радаре был замечен неопознанный летающий объект, как раз в том районе, где Барни обнаружил светящийся объект, преследовавший автомобиль супругов. Вот что произошло с ними, когда Барни и Бетти вернулись домой. Платье Бетти, в котором она ехала в автомобиле, было разорвано от подола до самого верха. Ремешок бинокля, в который Барни разглядывал НЛО, был разорван. Часы во всем доме остановили свой ход. На автомобиле остались странные пятна, которые притягивали к себе все металлическое. Отмечу, что ни о каких контактах с инопланетянами Барни и Бетти пока еще не думали, до того момента, пока супруги в 1963 году, спустя два года после произошедшего, на глаза не попалась одна довольно интересная книга, в которой майор морской пехоты, Дональд Кейха рассказывал о своих личных результатах, по исследованию НЛО. Он даже возглавлял НИКАП независимую организацию, занимающуюся исследованием НЛО. После того, как Бетти прочитала эту книгу, ее стали посещать параноидальные мысли, а также сны, где она со своим мужем находится на борту космического корабля. В ее голове начали возникать подозрения, мол, они якобы стали жертвами похищения НЛО. С этим Бетти позвонила Дональду Кейха, который выслушал ее и предложил супругам пройти курс регрессивного гипноза у психиатра Бенджамина Саймона. В течение последующих двух лет Бетти страдала психическими расстройствами, среди которых были кошмарные сны, которые супруга не могла отличить от реальности. Наиболее часто ей снилось, как их похищают инопланетяне и используют обоих в качестве подопытных, исследуя человеческое тело. Не имея возможности справиться самостоятельно со своими ментальными проблемами, Барни и Бетти решают обратиться к Саймону. Лечение супругам оплачивала независимая уфологическая организация, занимавшаяся изучением феномена НЛО, которую в свою очередь возглавлял Дональд Кейха. С этого момента началось самое интересное. В процессе гипнозов Бетти рассказывала довольно подробную историю похищения. Как над ними проводили исследования, делали анализ кожного покрова, внутренних органов, пытались выяснить у Бетти подробности о нашей звездной системе. На что она отвечала, что ничего практически не знает. Спустя время, во время эксперимента, Бетти нарисовала звездную карту, которую якобы ей показали пришельцы. На этой карте было нарисовано пути, откуда те прибыли и куда путешествуют. Позднее, после общих сеансов психотерапии, точно такие же воспоминания, высказал супруг. А вот психологи выдвинули противоположное мнение, объясняющее этот феномен. Вполне вероятно, что супруги были под впечатлением от просмотренного недавно фильма ужасов, в котором эксплуатировался образ пришельцев. После, во время регрессивного гипноза, они восприняли ту историю, которая возникла у них в голове, за чистую монету и стали, окончательно до конца своих дней верить в ее истинность. Однако психология и память человека штуки, крайне сложные, из-за чего нередко они могут подводить. История с супругами Хилл не единственная в своем роде, например в 1947 году, на весь мир, прогремела история о контакте семейства сатонов с пришельцами. В ночь с 20 на 21 августа, семейство сатонов увидели над своей фермой, загадочный светящийся объект, из которого вышел пришелец. Семья незамедлительно, после увиденного, прибежала к ближайшему полицейскому участку, попросив их сопроводить и убедиться в правдивости слов. Полицейские, конечно же, когда приехали, на участок к сатанам никаких следов пришельцев не увидели. А вот публицисты и уфологи подхватили эту историю и начали ее тиражировать в прессе. Сатаны сильно пострадали от общественного внимания. Жители Келли стали относиться к ним враждебно, брат одного из фермеров потерял работу. Тем не менее, очевидцы ни разу не отказались от своих показаний, что свидетельствует не в пользу мистификации. Как полагают французские исследователи, рациональное объяснение состоит в том, что дом фермеров подвергся нападению сов, защищавших своих птенцов. Облик гуманоидов, запечатленный на рисунках и то, что они сидели на крышах и деревьях, является сильным аргументом в пользу этой гипотезы. 55. Серийный убийца Зодиак. Американский серийный убийца Зодиак совершал убийство в период с декабря 1968 года по октябрь 1969 года. Установлено 5 жертв, хотя их число может достигать 30. Зодиак, псевдоним, которым называл себя убийца в серии извительных писем, отправленных им в редакции газет. В письмах содержались криптограммы, в которых преступник зашифровал сведения о себе. Три из четырех криптограмм остаются нерасшифрованными, да и само дело о Зодиаке до сих пор остается открытым. 56. Письма с того света. В июне 2011 года 32-летний Джек Фроз внезапно умер от сердечной аритмии. А спустя шесть месяцев близкие и друзья начали получать письма от умершего на электронную почту. Так, близкий друг Тим Харт получил следующее сообщение от Джека. Ты меня слышишь? Я у тебя дома. Почисть, блин, свой чердак. Именно об уборке чердака разговаривали друзья, незадолго до смерти Фроза. Семья покойного утверждает, что никто не знает пароля доступа к его почте, да и учетная запись не взломана. 57. Инопланетные импланты. Доктор Роджер Лир утверждал, что сделал более десятка операций по удалению имплантов и датчиков инопланетян из тел пациентов. При этом ткани не оторгали эти объекты. Во всех случаях хирург не обнаружил даже признаков воспалительного процесса. А состояли импланты из внеземных металлов и похожих на кожу материалов. 58. Ты никогда его не найдешь. 14 мая 2011 года Эмми Мари Фрайпицын была найдена мертвой, в номере отеля. Женщина совершила суицид, а в предсмертной записке написала единственную фразу «Ты никогда не найдешь его». За три дня до случившегося Фрайпицын забрала своего сына Тимоти из школы и отправилась вместе с ним в путешествие. По словам супруга, Эмми действительно страдала от депрессии, но при этом очень любила сына. Что произошло с Тимоти остается загадкой, найти его так и не удалось. 59. Загадочная смерть Элизы Лэм. 26 января 2013 года Элиза Лэм заселилась в отель Сесил в Лос-Анджелесе. Постояльцы отеля заметили, что девушка вела себя довольно странно. Сохранились записи видеокамер лифта, на которых Элиза говорит с невидимыми собеседниками, прячется и играет с кем-то, кого не удается увидеть. Через некоторое время девушка пропала, когда водопроводчики по многочисленным жалобам жильцов стали осматривать резервуар, в котором хранится вода на крыше, они обнаружили труп Лэм. При этом вход на крышу закрыт от постояльцев. 60. Огни над Фениксом. 13 марта 1997 года тысячи жителей американского города Феникс наблюдали в ночном небе несколько ярких огней, выстроенных в линию. Свидетели утверждали, что видели еще и огромный по площади НЛО, по форме напоминающий уголок, у которого были включены яркие осветительные огни или же светоизлучающие двигатели. 61. Исчезновение Моры Мюррей. 9 февраля 2004 года студентка Мора Мюррей сообщила своим преподавателям, что вынуждена уехать из города по причине смерти одного из близких родственников. За несколько дней до этого девушке кто-то позвонил, и она расплакалась. В день своего исчезновения Мора разбила машину на трассе 112, водитель проезжавшего мимо автобуса, предложил девушке помощь, но та отказалась. Больше Мюррей никто не видел. Спустя 8 лет, накануне исчезновения девушки, пользователь 112 Диркбек выложил на YouTube видео под названием «С годовщиной». На видео запечатлен пожилой мужчина, лицо которого невозможно рассмотреть из-за тени и его истеричный смех. Стоит отметить, что в одном из интервью отец девушки называл ее похитителя Диркбек, в переводе с английского «подонок» – «мерзавец». 62. Таоский гул. Уже многие годы жители города Таас, юго-запад США, штат Нью-Мексико, слышат доносящийся из пустыни низкочастотный шум неизвестного происхождения. Так называемый таоский гул, похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе городка нет. Особенность феномена еще и в том, что слышат его только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим его, найти источник гула не удалось. 63. Звонок бывшего служащего зоны 51. 11 сентября 1997 года на популярное шоу радио «Артбелл», дозвонился мужчина, представившийся бывшим служащим военной базы «Зона» 51. Взволнованный и испуганный человек хотел рассказать радиоведущим, нечто важное, признавался, что у него слишком мало времени, и они очень скоро вычислят его местонахождение. Внезапно связь оборвалась, как и вещание радиостанции. Чуть позже неполадки были устранены, загадочный мужчина позвонил в студию снова, но уже сознался в розыгрыше. Правда, скептики полагают, что звонил уже подставной актер. 64. Сигнал ВАУ. Сигнал ВАУ – сильный узкополосный космический радиосигнал, зафиксированный доктором Джерри Эймоном 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо. Аномалия продолжалась 72 секунды и больше не повторялась. Существует множество версий, объясняющих происхождение сигнала. Наиболее интересной из них является теория, что сигнал был отправлен с инопланетного звездолета, который перемещался. Кстати, этот факт уже озвучивался на нашем канале книги «Истории, факты» в видео «Тайны и загадки космоса», которые ученые не могут объяснить. 65. Джек Потрошитель. Джек Потрошитель прозвище неизвестного серийного убийцы или убийц, действовавшего в районе Лондона Вайчапелл во второй половине 1888 года. Его жертвами становились проститутки из бедных кварталов, в основном среднего возраста, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Вырезание некоторых органов из тел жертв объяснялось предположением, что убийца имел определенные знания по анатомии или хирургии. Однако все имена, точное количество жертв, а также личность Джека Потрошителя до сих пор остаются загадкой. 66. Селенский череп. Один из самых противоречивых артефактов – Селенский череп. Он был найден в 2007-м в городе Эльстюке, Дания, во время замены труб. Сперва на него никто особого внимания не обратил, но уже позже, в 2010 году, его исследовали в ветеринарном колледже Дании, и исследователи не смогли установить, чей он, так как он не подходил ни одному известному науке виду. Этот череп поднял множество вопросов, на которые ученые ответить не могут, но некоторые из них пытаются получить полную информацию об имеющемся артефакте. Палеонтологи считают, что это череп какого-то млекопитающего, возможно лошади, однако более подробное изучение показало, что владелец черепа не подходит под линнеевскую таксономию. Радиоуглеродное сканирование, проведенное в Копенгагене, в университете имени Нильса Бора, показало, что неизвестный образец жил, где-то в 1200-1280 годах до нашей эры. Дальнейшие раскопки на месте находки, к сожалению, не дали ничего интересного. А жаль, ведь череп довольно интересного вида, в сравнении с человеческим черепом, у него есть множество заметных отличий. Например, глазницы у селенского образца, куда более крупные, глубокие и округлые и больше уходят в стороны. У человека глаза посажены по центру. Ноздри, как и подбородок, у него узкие, но в целом череп крупнее среднего человеческого. Поверхность черепа гладкая, что ученые видят как приспособление для выживания при низких температурах. Исходя из размера глазных яблок, ученые полагают, что селенский образец вел ночной образ жизни. Но что это за существо? Инопланетянин? Или какой-то неизвестный ранее подвид людей? Нужно надеяться на результаты будущих исследований. 67. Немецкую подлодку У-85 потопило морское чудовище. Во время Первой мировой войны ходила история о немецкой подлодке, на которую, по легенде, напало морское чудовище, из-за чего та больше не смогла уходить на глубину. Речь идет о подлодке У-85 и ее командире Гюнтере Крехе. В апреле 1918 года британский патрульный корабль подошел к находившейся в надводном положении субмарине. Немцы сразу же сдались. Капитана судна, Гюнтера Креха, допросили, и он рассказал об этом странном инциденте. Ночью подлодка всплыла для зарядки аккумуляторов. И внезапно на нее напало странное существо, имевшее, по заверениям Креха, маленькую голову и блестевшие в лунном свете клыки. Огромное чудовище попыталось накренить судно, но команде удалось отпугнуть его ружейно-пулеметным огнем и не допустить значительных повреждений. Собственно именно поэтому немцы не смогли уйти на глубину и удрать от патрульного судна. В итоге, в различных рапортах говорилось, что подлодка либо затонула, либо была уничтожена британским патрулем. Субмарина и ее история стали частью морских баек. Считалось, что такого корабля не существует, пока в октябре 2016 года шотландский кабелеукладчик не нашел в Северном море что-то похожее на легендарную УП-85 при прокладке силового кабеля. Акустика показала, что судно не получило серьезных повреждений. Планируется провести дальнейшие исследования и выяснить, что же случилось с подлодкой. Может на нее действительно напало морское чудовище. 68. Жили ли люди бок о бок с динозаврами? Динозавры вымерли около 65 миллионов лет тому назад, за миллионы лет до первого появления людей. И в этом случае очень странно, что ученые находят артефакты с поразительно точными изображениями динозавров, как будто бы написанными с натуры. Пример. Построенный в XII веке храм Анкорват в Камбодже. На одной из стен выбито детальное изображение стегозавра, при том, что первые зарегистрированные находки ископаемых останков этих рептилий были найдены лишь в начале XIX века. И как же художникам древности удалось столь достоверно изобразить вымерших ящеров? Еще один пример, ставящий археологов в тупик, камни из города Ика. Согласно документам, их нашли в Перу, в пещере возле вышеуказанного городка. Эти загадочные артефакты перуанский археолог, профессор Хавьер Кабрера, получил в 1961 году в качестве подарка. Рассмотрев камень повнимательнее, он обнаружил изображение древней рыбы, вымершей миллионы лет назад, если верить официальным источникам. Находка поразила профессора настолько, что он решил разузнать о ней поподробнее. Рисунок был сделан на кусочке андезита, темно-серой черной вулканической породе, очень прочной и тяжело обрабатываемой, в особенности, примитивными орудиями древности. Найденные в той же местности ископаемые подтверждают, что добытые артефакты имеют возраст в миллионы лет. Профессор Карбера, собрал несколько сот камней из пещер Выки, и нашел на некоторых из них изображения живых брахиозавров, тираннозавров и трицератопсов, а еще на одном, хищного динозавра, пожирающего древнего аборигена. Радиоуглеродное сканирование, не самый точный метод, ведь иногда окаменелости динозавров бывают слишком стары, чтобы из них можно было извлечь хоть какую-то информацию. Так может люди действительно застали древних ящеров, как и говорят эти артефакты. 69. Крымские пирамиды. Множество разных изданий трезвонило о найденных в 1999 году Виталием Гохом, уволившимся из советской армии, несколько десятков лет назад, в крымских пирамидах. Уволившись в запас, он начал исследовательскую деятельность, которая привела его на крымский полуостров, где и произошла удивительная находка. Гох предположил, что если в Черном море есть затопленные деревни, то должны быть и другие древние постройки. А ведь регион, просто кладезь археологических ценностей различных культур, древнегреческой, римской, османской и других. Будучи по специальности инженером, он знал, как пользоваться действующими по принципу магнитного резонанса инструментами, и решил проверить свою гипотезу. И она подтвердилась. Гох нашел район из семи построенных из известняка пирамид, расположенных вдоль южного берега полуострова. Самая большая из них высотой в 45 метров, при длине основания в 72 метра, и имела усеченный верх, как пирамиды Майя. И все семь построек составляют прямую линию, идущую с северо-запада на юго-восток. Гох утверждает, что под водой может находиться целых 39 пирамид. По его мнению, это самые древние сооружения на Земле, построенные еще в эпоху динозавров. Впрочем, прежде чем переписывать историю, придется проделать еще много раскопок и изучения различных документов. Большинство ученых полагает, что гипотеза Гоха не имеет ничего общего с действительностью, а его находка может быть куда моложе. К счастью, российский исследователь уже ищет финансирование для дальнейшей разработки найденных пирамид. 70. Большая таинственная чаша Фуэнти-Магна. Фуэнти-Магна, большой каменный сосуд, похожий на лохань или миску, был найден в 1958 году неизвестным фермером возле озера Титикака в Боливии. Впоследствии артефакт, отправили в музей драгоценных металлов Ла-Паса, где он пролежал почти 40 лет, пока двое исследователей не попытались изучить его. На сосуде имеются красивые гравюры с животными и надписи на шумерской клинописи. И это подняло множество вопросов. Как артефакт с шумерской клинописью мог оказаться в Андах, ведь между ними – тысячи километров. Археологи пытаются расшифровать древние письмена, но они и понятия не имеют, какой вид клинописи использовался. Специалист по древней клинописи, доктор Клайд Винтерс, утверждает, что миска возможно древнешумерского происхождения и схожа с найденными в Междуречье артефактами. Он также отмечает, что подобная клинопись использовалась пять тысяч лет назад древними народами Сахары – дровидами, эламитами, да и ранними шумерами. Все эти цивилизации образовались в Центральной Африке до начала ее опустынивания в 3500 году до н.э. Доктор Винтерс перевел некоторые письмена, и их значение удивило многих. Миска была ритуальным сосудом для возлияния во имя Ниаш, шумерской богини плодородия. Ния – шумерская транскрипция имени египетской богини Нейт, которой поклонялись многие народы, образовавшиеся в Ливии и некоторых частях Центральной Африки. Найденный сосуд позволяет выстроить новые гипотезы, а не обсуждавшиеся до этого связи между шумерами и боливийцами. В заключении я хотел бы сказать, что это видео получилось весьма продолжительным и думаю вызовет неоднозначную реакцию у вас, уважаемый зритель. В этом видео я собрал 70 тайн мира, которые до сих пор не разгаданы, некоторые из них кажутся неправдоподобными, некоторые – весьма правдивыми. Но их всех объединяет одно, на данный момент нет сколь-нибудь четкого их объяснения. Но в любом случае я убежден, что большую часть этих тайн рано или поздно с помощью науки можно будет разгадать. Хочу отметить, что в мире безусловно неразгаданных тайн значительно больше, чем мы смогли рассказать в этом видео. Если вам понравилась эта тема, пожалуйста оставляйте комментарии и пишите про тайны, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали. Вполне вероятно, что если эта тема будет вам интересно, мы создадим еще видео с неразгаданными тайнами мира. Вот такими у нас получились 70 тайн мира, которые не разгаданы наукой до сих пор. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал книги, истории, факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом.